всем привет в этом видео я расскажу вам о своих трехлетних финишах помимо тех которые уже состоялись это будет три небольших работы ну как бы это не малипусечки такие средненькие диапазоне 14-20 сантиметров одна из них это фиалки в чашке название точно не помню к сожалению выбросил обложку что-то я не подумал ее сохранить это набор компании рту комплектацию нестандартно черно-белая символьная схема масштаб схема хороший очень удобно что у них полукрестики выделяются фоном отдельным розовым это кстати очень удобно потому что схема черно-белая когда по кресты ты понимаешь зону полукреста сразу и можешь определить из себя какой-то план которым ты будешь двигаться вышивать какую-то конкретную работу далее у них нарезка ниточек тимси нарезка короткая ну ничего так но единственно также были моменты были цвета участвующих в блендах один цвет был участвующих в блендах и он был короче чем все остальные это безобразие я считаю абсолютное то есть мы просто не знаю я я не понимаю вот это я понимаю что то там они до последнего там сантиметра могут использовать ниточки но если вы используете цвет участвующего в блендах при вашей так короткой нарезки нужно как бы все-таки соблюдать общую длину одинаковую до всех цветов ниточек выживается приятно хорошо довольно быстро но мне это вышивалось течение поэтому где-то четырех пар выходных дней потому что сшивал я понемногу это для дачные выходные и соответственно вот сколько было у меня возможности повышевать только я этим и занималась что еще из таких вот как бы наверное замечаний все таки вот мне не нравится в организации наборов компания рту то что у них эти планшетки по 15 цветов под номером один римской цифры под номером 2 например мне это неудобно потому что я не пользуюсь этими планшетками я переношу все цвета ниточек на общие органайзеры и меня просто номера там 1 планшет 1 15 2 там 16 и так далее в чем конкретно выразилась вот в этой работе вот этот нюанс с их планшетками то что во первых ну что неудобно во первых когда бэкстич они обозначают включи это нужно вычитывать планшетка 1 римская римская плана планшетка 2 номер такой-то такое-то количество нити то есть один или два то есть может на перепутать это легко ну у меня собственно так и произошло причем произошло это в экстичи анютина глазок но нет не анютина глаз вот этих цветочков фиолетовых они вот здесь фиолетовый здесь синий фиолетовый но знаете я оставила когда это обнаружилось чисто случайно было потому что в принципе здесь они как бы хотя они синим темно-синим ниточка тут фиолетовой ниточкой здесь вообще все хорошо на мой свет и здесь тоже неплохо вот здесь как бы но мне глаз не режет что здесь фиолетовый бэк но я например у них все анютки вот эти верхние бледным таким лиловым а вот эти анютки были синим также как и синие анюточки фиолетовые они все синим бэком вышивались то есть вот этот бэк синий он здесь такой же должен был быть я решила что я здесь делаю синий а здесь делают этот фиолетовый потому что на мой взгляд он как-то больше подходит хотя и так и так хорошо в общем но так как у меня вот здесь получился такой косячок благодаря организации никак иначе вот их я решила что здесь все-таки оставлю тогда вот так ну чтоб какой-то из нивелировать как-то это все сам дизайн очень маленький линеечку сейчас если я найду вам покажу значит во первых я меняла канву 14 на 32 мурана белого цвета и ничего не пришло в голову никакие фона кроме белого потому что мне казалось что на любом другом они потеряются но вот если самой покрасить что я потом уже подумал что можно было бы такой акварельный фон может быть немножечко такой ну мне кажется он не обязателен все-таки данном случае мог бы все равно немножечко работу она более бы размытой наверное было но это мое мнение как по мне значит в итоге получилось на тридцать втором каунте размеры чисто точнее по мере например на так 15 сантиметров если от первого последнего крестика и по ширине 13 почти сантиметров то есть дизайн небольшой что на самом деле очень радует потому что сохраняется изящность вот этих цветочков вот эта нежность потому что я как бы ну предполагаю вот когда смотришь на обложку кажется сначала что они крупнее будут вот на 14 они были бы крупнее и не хотелось вот эту чашку крупную с цветами потому что как бы в виде рисунка да ну то есть в данном случае это вышивка мне кажется вот такой размер он как бы очень наиболее подходящий для этого дизайна чтобы не сделать его грубым вышивается приятно хорошо но ты единственный замечу что вот эти планшетки римская 1 римская 2 они мне нравятся категорически я с этим сталкивалась уже но как бы ну так поворчишь побугнишь себе под нос все равно по-своему все сделаешь вот когда бы в данном случае у меня видите я ошиблась ну хорошо что не критично то пришлось бы пороть и переделывать значит тем больше там достаточно такой мелким бакстич мелкие элементы вот на самом деле об этой работе на пожалуй все но ниточек хватило всех все ниточки остались некоторые достаточно большом количестве поэтому как бы но мне не было ситуации чтобы в наборах рта мне не хватало ниточек далее я вам покажу еще две своих работы готовых на которые тоже были дорожными процессами одна из них вышивалась также на даче а другая в других поездках каких-то ткани которые лежат вот здесь они не случайны потому что я все-таки подумаю оформить эти анютки ну то есть дать им прихладное оформление и в общем я подобрала вот такие ткани будет эта сумочка или там какой-то с конверт я еще до конца не решила ну конвер сумочку равен случае там потому что размер будет нормально то есть на мой взгляд очень гармонично сюда подходит вот такая тканюшка у нее здесь такие сиренево-фиолетовые цветочки они там вот в тон попали здесь и зелень попала в тон и вот это будет использоваться в качестве отделочного канта потому что по-любому на где-то будет вероятнее всего это будет у меня вот как-то вот так вот вот так с внутренней стороны да и это с внешних изначально я подобрала вот эту тканюшку она тоже сюда хорошо очень подходит мне понравилось что цвета вот эти все но как бы она вроде как бы хорошо но когда увидела вот эту не больше понравится на более гармонирует а это как бы немножечко она достаточно такая более активной кажется ли достаточно активной она немножечко забивает и и поэтому и она должна была быть лицевой ткани это внутренней ткани подкладочный но теперь я поменяла на свое мнение я в общем-то когда эту тканюшку увидела решил что это вот собственно то что надо да у нее белый фон абсолютно но это ничего страшного как показывает практика в прикладных вещах но по крайней мере у меня не до такого чтоб что-то сильно загрязнялась кроме того все эти вещи прекрасно стираются прекрасно утюжиться прекрасно себя ведут при стирке потому что я использую стежку всегда материалы прокладочные для стежки все качественные также применяю и поэтому как бы все ли изделия мои прекрасно переносит стирку ну и кроме того в грязь же в конце концов все это не бросаете да все равно бережно относитесь к изделиям особенно ручной работы неважно с чьей своей или чьи это еще вот поэтому я не думаю что пойдете в грязную лужу бросить этот конверт вот поэтому как у меня случались ну наверное за три года что вот какие-то я изделия шила даже при регулярном использовании я там один раз может быть что-то постирала там какие-то из них и все то есть видишь дастка начала загрязняться берешь стираешь и она с прекрасности раз там при 40 градусе просто стиральной машине никаких ручных стирок и я этим не занимаюсь вот стиральной машины обычной стирки смешанный цикл у меня не прекрасно все приносит достала высушил про утюжу все утюжку тоже не за ним не составляет труда ткани всех вообще-то бумажных качественно это вот эти американские хлопок и им подобные в данном случае это коллекция пеппи поэтому я думаю что да ну в общем я думаю над модели у меня уже три модели в голове одна которую я уже использовал другая что-то новенькое вот и еще одна вот третье на чем остановлю до конца пока еще не решила но сейчас решить любом случае летом не буду потому что у меня нет на это возможности я шью по выходным дням на выходные дни у меня сейчас все дачные и как бы понимаете да или в электричке на даче машины с собой не повезу вот вечерами в будни не хочу шить тяжело это я платье себе шил и как бы я устаю на самом деле уже уже устаю далее 20 назад нормально было сейчас уже устаю вот не выше вышивку получается отдых после работы а шитью она как в отдых но и с усталостью с такой вот смешанный тем более что как пособие прикладных вещах я предпочитаю одним днем шить какое-то изделие то есть не оставлять его на следующий день такого не в общем разу поэтому я грубо говоря посвящаю этому день и шил на полдня там ли денег не тут не важно просто один день чтобы в другой день что-то другое уже делать вот поэтому пока мне все это откладывается на я думаю где-нибудь сентябрь может быть октябрь посмотрим как там будут у нас дачный и не дачный выходной разберемся и вот пока теперь пока все вот по этому конкретно этой работе сейчас покажу вам ее поближе то что ты поближе то не показала все на таком расстоянии вот покажу вам поближе все эти цвета очень красивые если вы посмотрите обложка я даже сама сравнила по крайней мере на телефоне рядом она мне лежала цвета практически 99 процентов совпадений с обложкой поэтому если вы увидите такой наборчик это хотите приобрести его и вышить что в принципе у вас на белом фоне гарантированно наверное практически стопроцентное совпадение то есть не будет более яркого или более бледного вот ну димси ниточки хорошие наиболее привычные большинство да вот поэтому как бы хотя я и гаммы прекрасно вышиваю да и пленка я вышиваю на пленка мне не нравится вот это вот как девочки многие говорят крутка у них она неоднородная какая-то с этими какими-то комками и разной толщины причем одна ниточка даже может быть разной толщины не очень понимаю фабрика достаточно уже старая но она уже много-много или существует на ручь у меня на я думаю раньше всякая гамма начала производиться вот но почему например гамма напомню китай что производится там все хорошо делает она наш не в состоянии сделать нитки более высокого качества да они дешевле гаммы но пусть они будут лучше там на эту стоимость той же гаммы и так далее но как бы качественная крутка они потоньше чем гамма и летелись и вот ногам кстати ниточка по моему по объеме чем димси по крайней мере это очень хорошо видно на черных цветах и вышивки ведут себя хорошо как по смысле например спутанности вот они не путаются так как димси например пнк гамма меньше путается чем димси вот я думаю что связано с какими-то технологиями производства вот красивый дизайн мне очень нравится очень такой нежный приятный вот и в рамочке ни в какие не хочу оформить некоторые нету дети рамочки расставлять говорится был бы дом большой тогда до можно и рамочки всякие уголочки но нету возможности таких я думаю что в принципе вы уже наверно рассмотрели работу красивые ниточки очень таких приятных эти вот чуть-чуть поярче на камере сочные такие цвета как бы не то чтобы спокойнее сочные нежные не ядовитые ну вот об этом дизайне теперь точно все на данный момент пока я его не оформлю когда форме я вам покажу мне достаточно много задач по оформлению не еще с прошлого года лежит осенние по примитиву этому забыла что же название шефард буш правильно кажется это была съемка конюшку даже купила ту летом ездила магазинчик с дочкой очень много мыслей классную ну что охотно да что оформить вот поэтому что меня будет по осени много каких-то оформленных прикладных работ все теперь точницу и так хочу также поделиться с вами еще одна законченная работой это дизайн от мари искусницы называется ежевика размеры это в дизайне на двадцать восьмом каунте либо на 14 15 на 20 сантиметров что я хочу сказать в набор наборе был лен 25 каунт у них написано свайберт ну насколько я знаю у компании свайберт нету льнов 25 каунта это во первых во вторых он был какой-то синтетический такой ну то есть как будто не натуральные либо синтетики очень много даже не вискоза именно синтетики потому что из козы это искусственный влак мы все-таки они синтетическое и он был странный тем что он похож был на мешковины и совсем не видно было дырочек дырки видно но глаза под кучу как вот нет глаз не фокусируется на отверстиях для входа иголочки вот и я подобрала алю то есть поменял на лен именно свайберт и двадцать восьмого каунта кешал цвет девочки сейчас не помню у меня давно просто он лежал по моему это ну типа идете ли на на лет 264 кажется ты ниже 264 по-моему да и в общем то я не пожалела потому что осенние дизайны классно смотрится на вот таких вот льнах я вышивала на дете ли на на летнем хайке вот такую гамму золотистую зеленую вот этот цвет очень близки к ним и мне очень очень нравится потому что вот цветовая гамма вот в здесь да она все таки такая достаточно осенняя уже да то есть не лето осень ежевик ягодки все классно мне понравилось вышивать по схеме марис вкусницы я вышиваю это второй раз я же показывала готовую работу предыдущем видео вышивальных будни это видео номер 40 там я показывала готовые оформленные работы летний сад который оформил еще три года назад и тогда мне тоже понравился вполне несмотря то что схема черно-белая не очень люблю принципе вышивалась все хорошо работа шла прекрасно здесь та же самой ситуации то есть в меру масштаб такой умеренные до для тех кто хорошо видит вблизи и те кто плохо бека немного и он понятны и то есть нету 25 цветов бека там ниточка в 1 2 в 10 сложений так далее и ниточки финка они хорошо себя ведут очень на льне и 32 и 28 каунта значит что хочу сказать вышивался он легко хорошо я вышел гораздо быстрее чем даже думала вышивала я его выходные на даче и соответственно времени вот у меня получилось посвятить достаточное количество времени мы поэтому я вышла буквально там за две пары выходных этот дизайн вышивается быстро ну конечно вот я все-таки поняла по себе у меня есть такое как бы чувство наверное вот есть какой-то порог предел времени посвящаем ему вышивки и вообще рукоделию то есть я например есть получается мне какие-то дни вышивать допустим но это не часто бывает но тем не менее допустим 5-6 часов то тут главное не перейти какие-то определенные границы чтобы не было такого переносить освещение конкретным сюжетом либо вышивкой в целом и чтобы не получилось так что на следующий день или там ближайшие несколько дней мне просто не хотелось уши то есть как бы вроде хочется и как бы не хочется вот такое вот состояние как вот непонятно бывает я считаю что это дни когда именно вот именно перри вышивала вот как говорится хотя пока вышиваешь все классно я вообще обычно чувствую что вот сколько допустим я сегодня сижу вышиваю вышивай я вот чувствую что все вот вроде же идет хорошо но уже чувствую что уже все вот ну понимаете да когда вы не то чтобы устаешь а вот предел вот этого что скоро будет чтобы можно переносить и ци я короче обычно предпочитаю прерваться потому что во первых в этот момент очень часто совершаются какие-то пусть мелкие но ошибки и ты их обнаруживаешь другой раз уже до какой-то я тоже замечала это когда подустаешь ну и соответственно чтобы отторжение такого не было вот поэтому как-то так вышивается классно повторюсь он небольшой совсем сейчас возьму линейку размерчик вам реально готов работ покажу вот них 15 на 20 написано смотри что на самом деле получилось на двадцать восьмом каунте на самом деле он получился хорошо если первый последний кресик типы меньше 14 сантиметров на я конечно стира ну это стирка такая относительно 30 градусов на его хвата чтобы было чуть-чуть так мыльного вода пустила и вот видите даже на 18 вот так я бы сказала то есть 14 на 18 с таким натягом вот получилась работа готова за такая маленькая но очень приятная очень нежная такая какая-то настоящая вот прям природа не знаю классно просто ягодки как живые честно вам скажу на ягодках я бык выполняла местами просто интуитивно потому что он ниточка такого темного синего цвета она не очень видно когда именно бэком вышиваешь да по ягодкам видно это очень хорошо на расстоянии вот вблизи это вообще практически все размыто в общем-то оформление я думаю будет у меня прикладное потому что ну в рамочке такие сюжеты сейчас не оформляю что именно пока не знаю и когда тоже пока не принесная возможно осенью руки дойдут осенью зимой может быть и не дойдут не знаю что это будет какая-то сумочка органайзер может быть даже мешочек какой-то но вообще вот три работы которые вот в этом видео вы смотрите меня в принципе думаю что две из них это будут все-таки какие-то оля мешочки для хранения чего-либо да ну то есть кому что нужно грубо говоря там какие-то либо принадлежности может быть самого разного назначения да или кто-то там ну может не на и сушки баранки еще что-то такое в общем что-то для кухни на допустим или просто допустим дорогу взять вот моя дочка например пользуется под таким мешочком который я вышила и вышивала и шива пару лет назад это вот такая там доля морская и она себе его взяла в качестве как такой дорожной аптечки то есть ей нравится что в мешочке молнии открывать не надо ничего она растянула и он достаточно вместимый получился но смотрится примела их хранить его тоже очень удобного компактно то есть мало места занимает потому что мешочки они мол либо дублируются чем-то таким ну как и допустим из объемный наполнитель там конец максимум мне кажется объемный флизерин 630 до можно добавить из там стежку хочется сделать такое а либо просто это на подкладке все там ничего нет максимум вышивка сама только подсаживается на дублируется там каким-либо дублируем флизерином в общем кому что вот поэтому я пока не знаю что это либо это может какой-то конверт будет опять же для вышивки для хранения процессов для каких-то там хранения аксессуаров может быть еще что-то может быть я себе все-таки соберусь сошью нормальный такой конверт ну как бы для хранения линеечек для стежки они все небольшие кроме одной там одна там 30 сантиметров по моему ну вот можно принципе шить и чтобы они все умещались и плоское хранение такое чтобы мало места занимала может быть такое что-то сделал очень я еще подумаю это не критично не горе часто равно не пока хочется вышивать чуть тоже же хочется но на этом нет времени пока выходные у меня все загородные скажем так вот сейчас поближе вам покажу этот дизайн тоже особо много рассказывать нечего чтобы просто видели какая красота снимаю при вечернем освещении предменном потому что не знаю когда мне получено дачу не таскать и все-таки не хочет потому что это будет заминации это на работу с работа в этих электричках но понимать в общем я думаю принципе придается вам все так практически как я вижу то есть цвета то есть ничего не врет камера особо ничего все хорошие грузы вот это красиво все получается а и вниз такой момент значит вот например в схеме я думаю что это лет ошибка то ли это свободный выбор того человека который делал первый отшив с которого делать допустим ну обложку да то есть смотрите попробуем показывать эти листочки в общем вот эти листочки все вот эти по схеме идут все листочки идут зеленая окантовка это зеленый black stitch вот этого такой ниточкой но на самом обложке там получилось так что вот эти листочки они зеленой ниточкой окантовку на там я на есть да а вот эти более такие рыженькие листочки они идут с такой коричневой какой-то ниточкой я так примерно подобрала нитку я мог сказать что вот здесь нет к и вот здесь она разными надо может быть это даже вот такой вот взять ну не для прожилок вот он получше да здесь так не очень видно но принципе это не критично вот я решил в общем то в итоге сделать вариант как на обложке потому что нет показал что зеленый бэк вот на этих рыжих листочков будет но может быть более выделять как бы с одной стороны эти листочки до с другой стороны как-то немножечко ярковат и выделяться по цвету контур очень сильно то что тут он чуть-чуть попадает рядом желтой зоны зеленый вот этот контур а здесь очень много мне кажется был не к силу если честно в общем я решила вот такой вариант использовать то есть я повторила примерно вот подобрала вам поближе покажу да здесь конечно есть пол крестик вот в одну ниточку до его здесь по 7 но он такой фоновый очень фоновый но как бы он все-таки работу дополняет есть крестик в одну ниточку и тут эти веточки и крестик две ниточки никаких четверть крестиков там еще чего-то нету вот поэтому в принципе вышивается очень приятно быстро очень на и как бы получается классно мне нравится пытаюсь как поближе показать крупнее чтобы может быть хотите посмотреть вот вот это вот такой пока у меня готова работа номер два из маленьких процессов по наборам запланированных на это лето я какие-то видео там весенних показывал это следующее и последнее пока но в этом месяце думаю такая из маленьких процессов готовой работы это вот этот котик я бы пока девочки не сняла потому что сегодня буквально его закончила и я еще не стирала и сейчас мне просто немножко некогда сниматься такими подготовками а так как он натянут найти вот эти пальцы нурги троечку да очень хорошо смотрится и я решил что нету острой необходимости как-то его сейчас прямо бежать и стирать что я вам хочу сказать вот если посмотрите на обложку надеюсь может немножко бликовать будет но это быстро вот и сравнение в принципе в принципе практически вот ну очень хорошо обложка передает результат реальный да то есть они очень близкие ну кстати вот ну да то есть на обложке только единственным чуть-чуть может быть горшочек таку более зеленцу как будто бы уходит но на самом деле рыжий понятно да здесь такой момент значит это лука с напомню называется он котик в цветах именно котенок цветах в наборе шла 14 аиды и размер предполагался готов работы 16 на 15 половину значит я меняла на тридцать второй каунт мурана белого цвета не стал ничего цвета умудрить сейчас может быть почему-нибудь сделала с легким разводе камину не обязательно принципе так нравится вот и размер мы смотрим значит здесь где-то ну примерно до 13 13 сантиметров по ширине значит это поменьше естественно потому что это все-таки каунт двадцать восьмой ой тридцать второй вместо 28 до либо 14 и высоту вот он получился по самому крестику ну где-то тоже 13 небольшим сантиметров вот то есть небольшая такая работа средненькая да но это с разряда мал да удал ну схема лука с это в общем то вышивал тут наверняка поймет это мой первый лука с и я думаю что предпоследний либо последний если только не что со временем не изменится значит котик мне это нравилось я покупала на у девочки на вышивальном фестивале втором наташи девки в апреле прошлого года значит котик классный он такой симпатюшный классно так и вроде как и детские не детские в общем вышивается сам по символу сами крестики вот эти хорошо неплохо то есть но это не не скажешь прям простая схема на первое скажется вроде не особо сложная но она и непростая но я могу сказать что бэкстич и это конечно да у лука с его довольно много вот на такой маленький да он дает классный эффект я не спорю он безусловно но качество самой схемы как ее отразили вот разработчики безобразным во первых значит несколько символов похоже они прямо одинаково то есть например один символ ну грубо говоря стрелочка просто и стрелочка в квадрате ну как вы понимаете все схемы у нас в квадрате когда-то символов квадратиков седа и когда у тебя в ключе показано стрелочка или стрелочка в квадрате и цвет причем близки то есть в одном случае это был белая в другом случае был бледно-голубой но догадай что перепутать за нечего делать и что я собственно и сделал мне очень такой впервые конечно я помочь с этой схемой я это обнаружила не сразу потом но в принципе где-то я переделала белый цвет на голубой а где-то я перестала честно забила потому что решил что и так абсолютно нормальный до 6 не помню где-то осталось это примерно помню место же показывать не буду честно вот значит дальше по бэкстичу отвратительно разработан бэкстич во первых схемы черно-белые символи и значит бэкстич перекрывает самые разные толщины линии перекрывают очень хорошо силу что там где-то только догадываешься какой символ чисто интуитивно да где-то вообще непонятно то ли вообще он в принципе есть нам просто я клетка должна быть далее в ключе линии именно вот где цвет ниточек до подписан значит цветные например черные темно-темно-синяя на практически черный смотрится даже в ключе темно-темно-зеленый она почти близко к черной тоже вот в ключе и так далее вот здесь же она на схеме вот когда смотришь сейчас вам попробую показать эти зоны это собственно вот в тут линия она зеленая на схеме она выглядит как черный такой и ровно как вот здесь на выглядит как черно здесь на самом деле темно-синей лепесточки вот комбек вот здесь он на стене ящик вот это сделала и здесь черным контуром и не пойму думаю не жили черным все это делать ну ладно конечно может быть там типа рисунок как ну имитации до карандашного рисунка думаю ну не знаю тут еще как-то нас нивелировалась но когда вот эти ромашки вот в этой зоне вместо темно-синего бэка выполнял черный этому странно думать уж они темно-синий там же есть палитры у них вот темно-синий чужо они вы не добавили тем более там так много ниточек девочки я смотрела у меня вообще глаз хорошо видит тональность вот эти четверть тона там еще меньше но я смотрела при хорошем дневном освещении на эти линии и я вообще не могла ничего понять и потом присмотревшись в сотый раз я вы смотрела что оказывается это темно-синий а не черный то есть в ключе да здесь вообще ничего все черно все вот в самом на самой схеме все линии казались черными или почти черными да там где был зеленый где был темно на самом деле темно-синий и еще какой-то свет уже не помню вот а в ключе в бэкстич для бэкстич у там линии практически одного цвета вот они выглядели это вообще какой-то тихий ужас если честно особенно мне понравилось черные линии черной ниткой вышивается значит обозначение ниточки в одну нить и в две нить этом держи две там то есть одна допустим линия пошире другая по уже чуть-чуть там на долю миллиметров в ключе она смотрится ну то есть толщина до линии разная где же это толстые линии ничего не пойму когда уже вышивала я поняла что это был собственно ротик там две ниточки надо было вождь очень тихий ужас я так ругалась потому что мне пришлось пороть бэкстич черного цвета понимаете да на светлых ромашках вот эту всю зону потом вот тут все кроме светлого баксичность листочки цветочки кроме серединок вот здесь то же самое вот здесь вот все я выпарывала это такое как бы труд и столько времени ушло потому что очень кропотливый бэкстич его на самом деле очень много думаю в принципе так это видите вот и мне прям был какой-то отторжение не котик а именно вот чтобы завершить глаза мы не видели эту схему очень прошло несколько дней и отошла и в общем но я заставила себя думаю нет надо все-таки взяться и закончить даже я хотела на этой неделе очень сюда закончить собственностью что я сделаю я вот вчера продолжил немножечко дубок стичь вот повышевал достаточно такую большую зону и вот и тут чуть-чуть по моему и сегодня вот это я все закончилась учелками сам начале для сделаны в котика всего распушила здесь я бы уже делала от балды я посмотрел примерно как он расположен беленький вот тут вот и в общем я там что там разглядеть невозможно ему говорю что там вот эти линии на фоне этих темных значков серо-черных там не поймешь где какая линия они вообще-то бледные были я их еще в процессе вышивания цветной ручкой подкрашивала потому что вообще не потом не заходишь не увидишь как вы понимаете я еще выделяла маркером да там вообще потом ничего не увидишь в общем короче трэш какой-то если честно я прям вот разочарована ну то есть схемы лукой с хорошо вышивать наверно по ростич саги по перенаборам да кто этим занимается ли там где-то заказывает потому что я думаю те кто будет перенабор делать они подумают об этом я не быть нормально сделают и когда много бэка хорошо бы кушевать по саги я пробовала то есть это прям ты прямо отмечаешь вот каждую завитушечку каждый участочек потому что здесь конечно глаза сломаешь если честно на все черно-белые линии все почти одинакового цвета то есть там неразличимые и чисто вот и ориентируешься на цвет крестиков ты уже в итоге понимаешь какую контур здесь нужно вот именно в этой зоне делать вот так что так девчонки и мальчишки в общем я сегодня так подумал что возможно я этого котика думал либо какой-нибудь конверт сшить либо мешочек вообще я уже задумываюсь над тем что как вам сказать хочется всем этим пользоваться этими готовыми хочется пользоваться всеми аксессуарами но куда когда не знаю вот хранить это тоже где-то особо негде я вот думаю над тем что может быть когда-нибудь я решусь все-таки между сто раз все говорили там мои знакомые там родственники там друзья вот что что-то на заказ не хочешь шить но я прям на заказ нет не хочу не хотела бы я не люблю я поняла что мне вот эти творческие моменты они для меня интересно когда я вот сама вот есть вдохновение что-то сшить конкретное что-то вышитые оформить а что-то конкретное то есть я бы может быть иногда но чисто вот так вот и делала что я что-то вышила шила и потом на продажу выложила да то есть и как говорится кому-то интересно там все устроить захотят купит вот материалы использую качественные то есть ткани качественные все ниточки мулины все как бы ну хорошего качества то есть это не как вот дешевый бязь какая-то это американский хлопок у такого типа но я не люблю непонятные материалы честно там и вешать другую они иногда на картинке смотрится симпатично поближе посмотришь крупным планом как-то уже все и вот и вины разные по крайней я точно вижу муж тут не видит конечно вот поэтому это конечно не будет там 3 копейки стоить поэтому конечно это за три копейки стоит не будет вот потому что это мой труд это материалы и это должно купаться не плюс там 5 рублей вы понимаете я думаю поэтому но я не знаю дайду ли я когда-нибудь такого нет потому что конечно рынке всего этого много штампа штампа штамповочным вещами я заниматься не буду это какой не мой характер скажем так то есть я сама что-то придумываю сама шью понятно что какие-то модели либо им похожи все с тех же соцсетей на эту друг у друга все смотрят ничего такого страшного нет никто иначе авторство не претендует и на свое тоже вот но именно шить и я вот думаю буду что-то неинтересно может попробую что-то продавать на нас этим цены разобраться вот то что если как говорится все пойдет и пойдет хорошо да да может быть там буду все это делать со всякими чеками всем остальным вот но это все пока только мысли вот потому что все это надо время потому что если основная естественная работа и конечно всем этим заниматься и подзаказ это точно не смогу это вот говорю вот сшила вышила оформила и показала к если кому-то нравится можно купить вот если я хочу это вот готова всем расстаться они конечно сложно это как это классный девчонки просто круто что он поближе покажу под лампом немного света поставила цвет прям был такой классный котяра котик прям замечательный так что вот есть у меня такие мысли ну я не знаю мне эти мысли же сто раз приходили и как приходили так и уходили просто мне все больше вот как вокруг знакомые близки петта чудо вот на заказ не шьешь ой я говорю на это все не так просто как вам кажется я говорю просто именно с точки зрения того что вышивать шить хочется а складывать ну как бы всем не воспользуешься складывать некуда да и просто складывать шкафу что он там просто лежала тоже как-то я люблю когда ну как бы про я за практичность то есть я люблю когда вещами пользуешься да и не просто достал посмотрел также как работа не оформлены висящие да на вешалке шкафу либо в рулоне хочется конечно чтобы они все были оформлены потому что я вот например сколько вышел что-то у меня есть не оформлен из больших я в их все хотела бы оформить мне их некуда вешать поэтому и время от времени там ну либо когда следующую туда убираешь достаешь и и все по перебираешь полюбуешься вспоминая что-то как вышивала муж какие-то события с ними ассоциируются вот но тем не менее но я и говорю только прикладных вещах может быть чтобы они кого-то тоже радовали то есть если уже мне не хватает на них как говорится возможности чтобы они радовали меня вот может быть что-то буду делать поэтому не знаю я из этого котика может быть конверт сможет косметичку какую-то сделаю может быть мешочку вообще-то эти чашечки мешочки они конечно хороши вернее чашечки котики они хороши в мешочках будут смотреться в конвертике тоже классно ну на сумку смысла нет я вот не вижу именно сумку который сейчас пищу пошел на шутка шока на плече у тебя конечно что всем какой-то детский сад или там чашка до явно это какой-то утре кухонная а для мешочков вот вполне себе на мой взгляд они подходят такие дизайны но если кто-то пакет не оформляет как я в этом случае вот такая вот красота наверное все сейчас вам может поближе еще покажу марис кузнецу и то что вначале показывал чашечку на мне такой как раз вот тамарис кузнец и ежевика поближе ну вот ее на расстоянии смотришь объем на ягодах видно на вас немножко синие ягодки более фиолетовый такой тон имеют но синие цвета не капризные при определенном освещении вообще камер их врут всегда синий зеленый красный такой дизайн они все на глазки в чашечке в завершении показать умение в общем короче мне что-то в этих работах с бэкстичем не заладилось вернее со схемами какая схема организованные ключи то есть они могут ввести в заблуждение потому что я в принципе не жалуюсь на невнимательность в том числе вышивки особенно не да вот и за 20 лет говорится вышивальным стажем я первый раз такое конечно я считаю что у раз вот это мое мнение есть такая вероятность и она случилась что это может с любым человеком произойти вот и это говорит о том что производитель все-таки не продумал до конца удобства ключа лишь настолько что вот он исключала вероятность каких-то ошибок вот именно в такого плана потому что я не была уставший до чтобы вот соображать как говорится я читала там все тексты инструкции линии изучал и в начале работы и в процессе если в конце по завершении на работы но тем не менее ну я ошиблась мы просто но как скотик ну так это вообще не передать то есть я вот в паровании это вообще нереально выбрать в одну ниточку бэк на тридцать втором каунте черный на белом а вот эта нитка понимаете махрушки остаются есть выкобыривала безобразие очень девочки честно но работа мне нравится вот так что вот так вот вот три мои работы ну и как вы понимаете вот все я насытилась такими процессами они все непростые такие что вы знаете прямо взял сел и выше вот как прям отдыхалочка нет но они доставляют удовольствие материала хорошие все до схемы с замечаниями с моей стороны но результат классный он короче оправдывает все но вот по этим замечаниям него не хочет совершенно пока к этим производителем нет возвращаться хотя у меня есть рту гортензия помните в вазе не было так акварельной сели но она большая она очень красиво на нами это гортензии я случайно нашла в саге и поэтому я ее конечно буду по саге вышивать когда соберусь но это уже будет этому не в этом году пока у меня настроен на другие мои какие-то работы что у меня начато планы вот хотя наши планы как говорится нашим планом свойственно меняться чем с такой скорость который вышивали по крайней мере да другим каким-то вопросам я не склонна менять их ну потому что эти планы это относительно это вещь все все таки я пытаюсь больше настроению вот а так из таких вот новостей еще вот по завершении я тут посмотрела видео вас не дал канал помыть эфир было вот я не помню там эфир был по моему на канале и либо ирина пиканиди либо армады либо помочь этих девочек ночью они втроем когда собираются там не какие-то раз в год не вот и а до этого там наталья смирновой увидела тоже публикацию об участии в сп выезд и потом смотрела видео и выяснил что вы как раз к нему имеет прямое отношение публикации вот люда гузюк да у нее канал вас не дал раньше было джея по моему у нее ночью она решила попробовать себя как дизайнеры схем я так понимаю схемы будут примитивные техники примитивном стиле вот и они девочками запускают 8 числа с такой я думаю вы уже все знаете слышали и люди там предлагает три схемы на выбор бесплатно до вышивать до конца сентября все это будет листом какие-то призы еще чего-то и так понимаю что основная масса просто интересного повышивать эти схемы в этом кругу и так далее я не фанат сп как-то один раз что-то пробовала но мне все напрягают вот эти сроки 1 2 3 хотя здесь на эту схему срок очень приличный пусть там можно не волноваться да но тем более у меня нету цели там приза просто хотел попробовать именно эту схему и она как говорится зашла потому что это распадельная наша любимая тема вышивки и люда конечно угадала с чего начать это правильный подход прям стоящий менеджер вот потому что она вот именно началась той темы которая зашла я думаю многим вышивальщицам как сейчас говорят вот и в общем я одно из них тоже выбрала себе даме они сказали в итоге девочки что если какую-то выжить а испанец окончится вам могут предоставить еще одну схему для этих трех представленных можно продолжить участие со второй схемы пожалуйста с 3 то есть нет такого правила что нет только одну вот и отчеты раз две недели примерная периодичность вот и ну ниточек там я подобрала вот частность схему который у меня там 15 цветов там где-то 15 у нее в схемах и даже назвать там все кресик есть немножко шовчиков на таких несложных то есть там ничего сверхъестественного нету все по прямой поговорится вот цвета очень приятная классно примите такой типичный примитив единственно там цветов то 15 вот но там никаких блендов нет и есть конечно цвета которые там несколько крестиков буквально глазки какие-нибудь еще что-то вот поэтому вот попробую участвовать в этом спе все подготовил сейчас вам поканчу показывать не буду может быть в рукодельных буднях буду включу наверное да так это же будни там какие материалы какая схемка обложку естественно схемы ну и людо говорил о том что если вот после спе вполне возможно что найти схемы пусть продажи но до этого они пока не продаются поэтому есть как говорится понравится и так можно потом приобрести они довольно большие ну как бы у которой я выбрал это наш любимый средний размер там 17 на 24 на 3 сторон каунте получается размер есть там еще большая прям на груборез это большой сделала три одну большую и две таких фрагменты да ну не то чтобы прям фрагмента туда она просто обыграл это по-другому но все вот на эту тему из этого дизайна как и по кучу вот поэтому и прекрасно также можно прикладное оформление с ними сделать замечательно ну или кто что любит там потому что рамочку сделать себе на в рукодельный уголочек вот пожалуй на этом видео я закончу то что-то я много много хочу вот поэтому ну это так мысли вслух они наверно кажется больше подходит для рукодельного путни но надо что-то говорить когда показывают эти три небольших работу но некрасивые девчонки согласитесь при милые просто просто примена все последний обзор чтобы как-то красиво закончили все всем пока спасибо что смотрится мое видео не комментируйте подписывайтесь на мой канал лайки ставьте я буду только рад всем всем пока